Канобу.ру представляет Разработчики попросту отказались продолжать работу над игрой, пока не пересмотрят их контракты. Ну а пока Prey 2 впал в спячку, Human Head охотно принялись за продолжение культового нордического слэшера Рун. По словам президента компании, в новой игре упор будет сделан именно на яростные битвы с применением колющей режущего и сетевую резню между кланами-племенами. Пока никаких вестей о том, кто же будет издавать новинку. Возможно, авторы прибегнут к нынче популярному сервису Kickstarter, а может они просто дразнят Bethesda. Valve тоже заигрывает с игроками, обещая тем невиданные ранее творческие просторы. Почему? Все просто. 8 мая для Portal 2 на PC выходит конструктор уровней под сложным названием Perpetual Testing Initiative. Он будет крайне прост в освоении и увлекательен в использовании. Свои творения можно будет загружать в Steam Workshop и делиться с другими игроками. Так, погодите, и ни слова о консольных версиях? Ну да ладно, тем более впереди у нас еще одна не менее интересная новость. Как недавно заявил президент Nintendo, физические носители — это вчерашний день. Поэтому вся стартовая линейка Wii U будет доступна в день запуска в двух вариантах — на дисках и в цифровом магазине. Будет ли различаться цена — неизвестно. Не узнаем мы в ближайшее время и цену самой консоли, ровно как и список первых игр и дату выхода. Nintendo подтвердила, что на грядущей E3 эта информация не появится. Одновременно с релизом Steel Battalion для Kinecta в июне выходит и короткометражный фильм. Главный герой — солдат Гоша. Режиссер — автор классических аниме-фильмов Mamoru Asi. Южнокорейская газета распространила новость о том, что гиганта Electronic Arts может купить корейская компания Nexon, известная миллионами онлайновых ролевых игр. Обе компании таинственно хранят молчание. Продолжение Rayman Origins скорее всего будет называться Rayman Legends. Именно такие доменные имена приобрела недавно компания Ubisoft. Популярный певец в широких штанах Jay-Z выпустил в Фейсбуке собственную игру Empire. За основу взята нелегкая жизнь самого артиста. Золотые брекеты в комплект не входят. А на Канобу в первую очередь обратите внимание на текстовую рецензию на безумный файтинг Skullgirls. Подробную инструкцию пользователя Александр Верт о том, как сделать модель истребителя из Вавилон 5. Разбор трех самых главных аспектов хорошей видеоигры от пользователя пришелец. Ну и не забудьте, что завтра Игорь Белкин расскажет вам всю правду в третьем выпуске итогов недели. Ну что ж, вот и все. С вами была Карина. Отдохните хорошо.